ну что я особо не буду показывать как я колбасу делаю так чисто все очень просто мясо вот сколько у меня тут его это шина стек до 400 ну да почти два с половиной килограмма ну вот с такими этими самыми уже порезаны я брала специально потому что трудно разрезать вот эти все штучки а их легче тогда просто срезать и все конечно можно срезать и одну этой самой но не вне суть важно так вот такое мясо сейчас будем коцать сейчас буду коцать вот это называется свины тарме вот эту штуку я покупала в магазине в подовольственном магазин называется мини меню по-русски здесь приблизительно 5 метров вот здесь вот написано для медистр пельса для медистр сосисок вот 5 метров вот таком виде они продаются они вымыты проложены солью вот все это запечатано можно хранить долгие годы в морозилке когда понадобится достанешь вот и пользуйся пожалуй вот потом в процессе может покажу руки будут чистыми просто как бы я хочу сказать что многие эти свиные допустим когда в бресте жила то было трудно найти кишки свины для этого самого для для колбасы меня с 15 года но это не значит что они лежали в морозилке так что ничего с ними не случилось вот здесь вот написано что так холодную воду на 20 минут и потом промыть хорошо в общем через все эти эти самые через по всей длине то есть и и внутри и снаружи вот так что вот такой у меня этот самый такая у меня покупка покупала много лет назад лежала в морозилке так что сейчас достану оттуда закину холодную воду полежит соль сойдет и можно будет пользоваться можно оставить его на этот самый на пусть себе лежит отдыхает холодной воде в общем есть у меня такая ступочка в ступочку я сейчас насыплю кориандр вверх тормашка вот у меня тут кориандр есть есть вот такая ступа сейчас я насыплю в ступу этот кориандр он уже пахнет прекрасно сюда же я добавляю приправу хмели сунели но после того как она уже перетрется у меня написано что это лук а на самом деле это черный перец вот черный перец это у меня петрушка сутку даже без соли вот такая соль так что сейчас все это сначала перетолку перетолчу перец вроде куда я ее делаю хорошая такая ступочка все это дружненько туда перри пережмулькивается он уже пахнет сумасшедшие так оба так люблю этот самый запах кориандра моря бородинский хлеб вот и колбаса почему-то у меня с ним ассоциируется все это абсолютно на глаз единственно как бы я соль пробую добавляем сколько не жалко так сюда же немножечко и ёперный театр вот я пересыпала вытащила перец переложила сюда ну я тут наверно ложки полторы столовой вот засыпала туда еще петрушки тоже так на глаз конкретно так такое у меня тут миску получилось сейчас я его посолю уже положил этот самый потому что пересыпала я сюда соли сейчас это все пережмулькаю добавлю пепепепепепаприку ой своди приправы добавлю эти приправки и дам ему постоять чуть-чуть вот единственно хочу сказать что часть мяса я миленько порезал а часть мяса я порубила на блендере ну можно сказать не столько пробила сколько разлохматил вот потому что тогда будет немножко две разные консистенции вот но это она пока с солью стоит пусть стоит а я пойду чайку попью а это кишочки они уже разлохматились все еще в воде стоят ну пусть еще стоят сейчас я засыплю специи в мясо и заодно потом промою их хорошо с холодной водой сыпала микс моих этих специй сейчас все это распределю и пусть и ждет своего часа вот перемешала все со специями и оставляю на какое-то время вот такая незабвенная красота у меня получилось тут по сравнению с рукой таким маломасики-масики решила в этот раз маленькими их сделать чтоб так на два укуса и все и до свидания в общем сам процесс напихивания в кишке я не показывала потому что он стоит отдельные оперы мыльный но я решила воздержаться ладно тема закрыта в общем сейчас я попротыкаю дырочки сделаю в каждой чтобы самый воздух не разорвал их при испечении и засуну в духовочку остались у меня вот такие шкварочки они завтра станут шкварочками в общем таки немножко сальца немножко кожицы и шкварочки будут замечательные покалывала я моих пупсиков вот чтобы они это самое поставила на 200 градусов духовку нагреваться так что ждет их приятная теплая встреча у меня перекор перегрыз красный грейпфрукт очень вкусный а так как мне еще часик здесь торчать то для поднятия боевой деятельности что я сказала сама не знаю в общем боевой готовности его вот конечно уже будет час пол третьего ночи мы будем считать это ранним завтраком почти 4 часа ночи колбаса моя практически готова еще две минуты и будет питать фоксик чавкает рыбу вот такой мелкий колбасеныш такой мелкий маленький маленький фоксик чавкает короче надо брать вот такой тут у меня колбасеныш получился вот сейчас чуть-чуть остынет я его попробую ну по моему он уже готов конечно в 4 ночи нельзя есть колбасой мне кажется она готова красота так что колбаса у меня готова а утром проснусь и буду делать пасочки хотя утро уже настало но в общем приятного аппетита я их оставлю в духовочке они будут потихонечку остывать и становиться все красивее и красивее все теперь я пошла спать а а а а а а а а а